Уволен в связи с утратой доверия. Владимир Путин снял с должности главу Чуваши Игнатьева. Ранее его исключили из Единой России. Поводом стали сразу два громких скандала с участием теперь уже бывшего губернатора. Глава Чуваши Игнатьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия. В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей. Накануне стало известно об исключении Игнатьева из Единой России после двух скандальных историй в январе с участием теперь уже бывшего губернатора. Подробности На минувшей неделе в соцсетях появилось видео с церемонией вручения ключей пожарным от новых служебных машин. В один момент, отдавая ключи, рослый Михаил Игнатьев поднял их высоко над головой майора МЧС, заставляя его подпрыгнуть. Позже его пресс-служба объяснила, что это была дружеская шутка. Игнатьев и майор давно знают друг друга. Поведение Михаила Игнатьева осудил глава МЧС Зимин. Странную шутку не поняли в комиссии Единой России по этике. Она единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из партии, что и было сделано. Ранее в январе Михаил Игнатьев призвал мочить журналистов и блогеров, критикующих власть. Ему не понравилось, что они с утра до вечера критикуют и пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке. Другие скандалы с Игнатьевым. В 2012-м, во время встречи с Дмитрием Медведевым, он назвал его Василием Петровичем. А через два года произошел скандал сауны Игнатьева для высших чиновников, которую создали в доме правительства Чувашии за 15 миллионов рублей. В МЧС опровергли появившиеся в соцсетях сообщения об увольнении сотрудника, подпрыгнувшего перед Игнатьевым заключами от пожарной машины. Сотрудник по-прежнему работает, сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства. Мы обсудили отставку Игнатьева с политологом Георгием Бовтом. Почему Игнатьеву надо было дожидаться такой формулировки, как утрата доверия? Возможно, нужно было подать просто в отставку по собственному желанию? Ну, у нас никто не подает в отставку по собственному желанию, пока не позвонят из администрации президента и об этом желании не сообщат. Вот, так что он тоже сидел, дожидался. Я думаю, что он до конца не расстался с надеждой пойти даже на переизбрание. Кажется, оно у него в этом году должно было быть. Вот, и вел свой обычный образ жизни, так как он раньше поступал, он и продолжал так делать. Но просто раньше на это никто не обращал внимания. Когда его судьба была уже определена, то тогда стали обращать внимание, как он издевается над офицером МЧС, например. А возможно ли рассматривать это как политический самострел, то, что он все-таки остался дожидаться вердикта свыше? Я думаю, что если у нас вот установить такой плотный мониторинг за поведением губернаторов, и что они заявляют, говорят, молотят, несут и прочие какие-то заявления делают, и вот так вот пристрастно начать подавать, то у нас половина губернаторов окажется примерно в такой же ситуации, как Игнатьев. Просто обращать внимание на тех, кто, ну как в стае, да, слабый, того и начинают клевать и бить. Игнатьев давно был под вопросом, он во всяких там политологических рейтингах висел в конце кандидатам на снятие, говорили про его здоровье слабое, вот, и скорее всего был бы другой полос для того, чтобы его отправить в отставку. Об этом уже, в общем, давно говорили. Что удивительно, он в 15-м году избрался, я как-то любопытство посмотрел, получив 65% голосов, и там даже близко никого из кандидатов, оппонентов не было по числу наборных голосов. Это, конечно, говорит о том, что пора уже как-то определяться, либо назначать, либо на самом деле выбирать, а не делать вид, что выбирать. Есть информация, что Игнатьев был кандидатурой Дмитрия Медведева. Известно ли вам что-то об этом, и не будут ли дальше убирать людей бывшего премьера? Да, губернатором действительно назначал Медведев, но переизбирался он в 15-м году уже по президенту Путина, и такой успешный результат достиг именно при нем. 65% в первом туре, как с куста, как говорится. Поэтому тогда к нему вопросов, видимо, не было. Ну вот временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев, и он от «Справедливой России». А вот чем можно объяснить такой выбор? Тем, что решение о том, чтобы топить «Справедливую Россию» окончательно еще не принято, поэтому ей дадут возможность побарахтаться, и уже все имеют своих губернаторов, КПРФ, ЛДПР, вот «Справедливая Россия», насколько я помню. Сейчас, по-моему, нет губернатора. От «Справедливой России» теперь будет. Георгий Бофт. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Владимир Путин уже провел с ним встречу, говорится в сообщении на сайте Кремля. Сам Николаев отказался комментировать отставку Игнатьева, передают РИА Новости. Ситуация с отстранением о должности губернатора Чувашии Михаила Игнатьева повторится с каждым, кто не слышит президента. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Мы решили спросить жителей республики, что они думают о бывшем губернаторе. Татьяна из Чебоксара. Честно говоря, мы все ждали, что вот-вот как бы и случится. Но, в принципе, народ тут говорит, что, ну, как бы, его, честно говоря, залили и в начале правления, и в конце тоже. Какое-то такое немножко отношение, что я бедняжка, ну, как бы. Ну, на самом деле, более достойный человек должен быть руководителем, я считаю. Более профессиональный человек должен быть. Он все-таки, может быть, для Аграрной Республики более-менее был, но, на самом деле, на уровне Российской Федерации он был слабым пальчиком. Еще одна жительница Чебоксар – Евгения. Мне вообще все равно, честно говоря. Нас не касалось его правления. Никоим образом. Такая на мере хорошая страна. Ничего, ну, на нас никак не отрадовалось. Житель города Канаш Владислав. Мне сразу эта новость не понравилась. Я очень огорчился. Я за него голосовал. Он мне нравился и сейчас нравится. Ну, не идеальный, конечно, человек. Мы все не без греха. Но он справлялся худо-бедно. Но ему было тяжело быть главой Чувашской Республики. А вот эту вот историю с МЧСниками, с ключами, с журналистами, как оцениваете? Ну, что касается ключей, я даже ВКонтакте у себя разместил. Несколько фотографий, где он вручает ключи. Он всегда ключи вот так вручал. Еще с начала своего правления он всегда высоко держал ключи. У меня дочка получала ключи от школьного автобуса, будучи ученицей. Он тоже высоко держал ключи. До этого МЧСника никто не прыгал просто. Почему этот прыгнул, я не знаю. Я думаю, дело не в Игнатьеве, а дело в том, кто подпрыгнул. Выборы главы Чувашии в связи с отставкой Михаила Игнатьева должны пройти в единый день голосования. 13 сентября 2020 года передает ТАСС.